Жила-была мама-свинка и трое её поросят. Три брата, одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми весёлыми хвостиками. Всё лето поросята ковыркались в зелёной траве, грелись на солнышке, нежели в лужах. Но вот наступила осень. Однажды мама сказала, что пора бы им подумать о зиме. Она попросила их построить большой дом. Младший брат сказал, что до зимы ещё далеко. Средний брат сказал, что когда нужно будет, он сам построит себе дом. А старший брат решил построить дом сам. Младшие и средние братья только и делали, что играли в свои поросячьи игры. С каждым днём становилось всё холоднее и холоднее. Младший брат решил построить дом из соломы. Средний брат подумал, что в соломенном доме зимой будет очень холодно. Он решил построить дом из веток и прутьев. Уже к вечеру их дома были готовы. Они были очень горды собой и не могли нарадоваться своими постройками. Теперь они были свободны и могли делать всё, что вздумается. Они решили пойти к старшему брату и посмотреть, какой дом он себе выстроил. Старший брат был занят постройкой. Он натаскал камней, намесил глины и не спеша строил себе надёжный, прочный дом. Младшие братья застали своего старшего брата за работу. Они очень удивились тому, какую крепость он строит. Старший брат спокойно продолжал работать. Младшие и средние братья начали подшучивать и смеяться над его домом. Они так развеселились, что их виск и хрюканье разнеслись далеко по лужайке. Старший брат попросил быть тише, потому что их может услышать волк. Младшего и среднего братьев это ещё больше развеселило. Они решили, что старший брат просто трос. И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, а когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который спал под сосной. Недовольный и голодный волк пошёл к тому месту, откуда доносились виск и хрюканье двух голубых поросят. Братья весело шли и говорили о том, как легко они расправятся с волком. И вдруг они увидели настоящего живого волка. Он стоял за большим деревом. У него были очень злые глаза и огромная зубастая пасть. Братья настолько сильно испугались, что их тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Волк приготовился к прыжку. Он щёлкнул зубами и моргнул правым глазом. Поросята вдруг опомнились и, визжа на весь лес, бросились убегать. Поднимая тучи пыли, они неслись каждый к своему дому. Младший брат добежал до своей соломенной хижины и захлопнул дверь перед самым носом волка. Волк рычал и требовал открыть дверь. Младший брат от испуга не мог промолвить ни слова. Тогда волк начал дуть. Лёгкая крыша вмиг слетела с соломенного дома. Волк вздохнул ещё глубже и дунул во второй раз. Соломенный дом разлетелся в бок сестру. Волк обрадовался, щёлкнул зубами и накинулся на младшего брата. Но поросяна к ловку увернулся и бросился бежать. Он побежал к дому среднего брата. Братья успели запереться и испуганно поглядели друг на друга. Волк разозлился и принялся дуть. Дом немного покосился. Волк дунул второй, потом третий, потом четвёртый раз. Но дом всё ещё стоял. Волк вздохнул ещё глубже и дунул пятый раз. Дом зашатался и разлетелся. Одна только дверь некоторое время стояла посреди развала. В ужасе поросята бросились бежать к дому старшего брата. Волк побежал за ними. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не убегли. Поросята быстро промчались мимо большой яблони, даже не задев её. А волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твёрдое яблоко ударило ему между глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу. В это время младшие и средние братья успели забежать в дом к старшему брату и закрыли дверь на засов. Волк прибежал к двери, зарычал и потребовал открыть дверь. Младшие братья были очень напуганы и не смогли сказать ни слова в ответ. А старший брат знал, что ему и братьям нечего бояться в прочном каменном доме. Тогда волк втянул в себя побольше воздуха и дунул, как только мог. Насколько бы он ни дул, ни один камень не сдвинулся с места. И тут он поднял голову и заметил большую широкую трубу на крыше. Он осторожно влез на крышу и стал спускаться по трубе. Поросятам слышали шорох. Старший брат сразу догадался, в чем дело. Он быстро бросился к котлу, в котором кипела вода, и сорвал с него крышку. Волк слез по трубе и упал прямо к котену. Глаза его вылезли на лоб с диким ревом. Ошпаренный волк вылетел из трубы и бросился в лес. А три маленьких поросенка смотрели ему вслед и радовались, что они так ловко проучили злого разбора. С тех пор братья и их мама стали жить вместе под одной крышей. Жил-был богатый купец, у которого было три дочери. Младшую из дочерей звали Красавица. Сестры не любили ее за то, что она была всеобщей любимицей. Однажды отец собрался поехать в город и спросил дочерей, что им привезти в подарок. Старшие сестры попросили платье и украшения драгоценные, а младшая розу алую, самую красивую в мире. Призадумался купец, но пообещал, что сделает все возможное, чтобы найти такой цветок. И отправился в путь. Быстро отец нашел подарки старшим дочерям, а для младшей никак не может найти. Каждая роза, которую купец встречал на своем пути, была краше предыдущей. Где он только не искал. И вот привела его дорога в густой лес. Там было очень темно и холодно. Вдруг вдалеке показались огоньки. Приблизившись, купец увидел огромный старинный замок, весь в золоте и бриллиантах. Войдя в его ворота, он зашел в зал, полный драгоценностей. Видит, посреди зала стоит стол, а на нем каких только блюд не было. И вся посуда из серебра и золота. Но в замке было пусто, никого не было. Купец подумал, что хозяин, наверное, придет с минуты на минуту. Он прождал час, два, три, никто не появлялся. Не выдержал купец и сел за стол. Наевшись от пуза, старик отправился в путь. Проезжая по аллее, купец увидел розовый куст небывалой красоты и вспомнил о просьбе младшей дочери. Он подъехал и сорвал самую красивую розу. Ту же минуту блеснула молния. Ударил гром, раздался рев и вырос, как будто из-под земли перед купцом. И не зверь и не человек, а какое-то чудище, страшное и мохнатое. Оно было слишком злое, что купец сорвал его любимый цветок, вместо того, чтобы отблагодарить хозяина за гостеприимство. Старик очень испугался и сказал, что сделает все, что угодно, лишь бы тот не убивал его. За такой проступок чудовище согласилось взять в жены одну из его дочерей, но только ту, которая сама захочет приехать из любви к отцу. А если ни одна не приедет, то смерть купцу. Погоревал старик и решил поехать домой, попрощаться со своими дочерями. Не хотел он ни одну из них отдавать за лютого зверя. Сел на коня и отправился домой. Встретив детей, он отдал всем подарки и рассказал про свои приключения. Старшие сестры накинулись на младшую, мол, это она во всем виновата. Заказала паршивый цветок, за который отец теперь должен расплачиваться жизнью. На что красавица ответила, что с радостью поедет к зверю вместо отца. И вот на следующий день красавица отправилась в путь. Лошадь быстро сама нашла обратный путь к замку, Войдя в зал, она обнаружила стол с изысканными винами и кушаньями. Красавица подумала, что чудовище хочет съесть ее, поэтому и откармливает. Как только она пообедала, раздался рев. И появилась как будто из-под земли чудище страшное и мохнатое. И сказала чудище красавице, что раз она сама сюда пришла по своей воле, значит, доброе у нее сердце. И поэтому монстр будет так же добр к ней. И на этих словах чудовище исчезло. Проснувшись утром, красавица решила прогуляться. Войдя в одну из комнат, она увидела надпись на столе. «Все, что красавица пожелает, я исполню». Девочка подумала, что все-таки монстр добрый, и, наверное, он не собирается ее есть. Так они жили долгое время. Чудовище очень хорошо относилось к красавице и выполняло все ее желания. Однажды девочке приснилось, что ее отец болен. Ей очень захотелось навестить его. Красавица слезно попросила чудовище отпустить ее и пообещала, что обязательно вернется обратно. Монстр ответил, что она свободна и может вернуться, когда захочет. На следующий день красавица надела свою самую дорогую одежду и пошла к отцу. Он был очень рад, увидев свою дочь целой и невредимой. Прибежали ее сестры и увидели, что она стала еще красивее, да еще и разодета, как королева. Спустя неделю красавице приснился сон, что чудовище лежит в парке на траве и умирает. Она в ужасе проснулась и решила срочно вернуться и вылечить его. Когда девочка подошла к замку, она увидела на траве бездыханное тело чудовища. Ее сердце разрывалось от жалости. Красавица кинулась к нему со слезами и поцеловала его. И в ту же минуту блеснула молния, ударил гром, весь замок озарился ярким светом и всюду заиграла музыка. Чудовище исчезло, а вместо него на траве лежал прелестнейший принц. Он рассказал красавице, что эта злая фея заколдовала его и превратила в монстра до тех пор, пока молодая красивая девушка не полюбит его и не захочет выйти замуж. Красавица подала ему руку, и они отправились в замок. На следующий день красавица с принцем обвенчались и зажили долго и счастливо. Вот так доброе сердце может разрушить злые чары.